Что остается после путешествий? Впечатления, воспоминания, может быть, фотографии, сувениры. Но Чехов точно так же, как и мы сейчас, предпочитал покупать личные вещи за границей. Либо это были стекла для пенсне, либо галстуки, галстуки бабочки. В подарок отцу он посылает из Парижа штопор, какие-то украшения может прислать сестре. В наше время Чехов, кажется, не воспринимается без этого аксессуара интеллигентности, изысканности. Пенсне в конце 19 века – это, конечно, дань моде, с одной стороны, с другой стороны – необходимость. Чехов, привыкший работать при свечах, довольно быстро стал терять зрение. И уже в 1991 году, отправившись во Францию, он сожалел о том, что пенсне с собой не взял. Младшему брату Михаилу он пишет «Миша, почини мое пенсне за спасение души, поставь стекла своего номера». Был на картинной выставке, половины не увидел благодаря близорукости. А все-таки русские художники, лучше французских, приходят к выводу Чехов. Возможно, именно отсутствие пенсне не позволило разглядеть достойных мастеров конца 19 века. В нашей коллекции тоже есть пенсне. Мы это пенсне видим на фотографии с Алексеем Максимовичем Горьким в 1900 году в Ялте. И, конечно, Чехов очень трепетно относился к этому дорогому аксессуару, потому что стоимость пенсне доходила до 10 рублей. Это действительно довольно приличная сумма. Самым же распространенным аксессуаром для пенсне были шнурки. Эти шнурки то ли постоянно терялись, то ли постоянно отцеплялись. И в письмах Чехов постоянно просит привезти новые-новые-новые шнурки для пенсне. В Ялте их было не достать, в Москве и в Петербурге, конечно, они были. Наши пенсне известны французской фирмой. Представительства ее были и в Москве, и в Петербурге. Так что не будем настаивать на том, что Чехов купил это пенсне во Франции. Но, во всяком случае, действительно он предпочитал вещи дорогие, изысканные. Особенно, если на это были деньги, если была такая возможность.